Коммунистические партии Коммунистические группы, ставшие авангардом борьбы против империализма. Задачу сплочения революционных сил в борьбе за социальное освобождение трудящихся поставил перед собой Третий Коммунистический интернационал. В марте текущего 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий Коммунистический интернационал. Союз рабочих всего мира, привязывающихся к установлению советской власти во всех странах. Ленин придавал огромное значение деятельности Коминтерна, сплочению и единству коммунистических партий мира. Летом 1920 года трудящиеся Петрограда тепло встречали делегатов Второго Конгресса. Специально для Конгресса Ленин написал книгу «Детская болезнь ливизны в коммунизме», в которой он разработал стратегию и тактику международного рабочего и коммунистического движения. Основные выводы и положения книги легли в основу решений Второго Конгресса. Огромную роль в определении главного направления деятельности коммунистов сыграл ленинский тезис о том, что без партии железной и закаленной в борьбе, без партии, пользующейся доверием масс, вести успешную борьбу против капитализма невозможно. К 1921 году обозначился спад революционного движения. На Третьем Конгрессе Коминтерна Ленин дал глубокий анализ соотношения классовых сил в международном масштабе, всесторонне обосновал тактику единого пролетарского фронта. Революционные выступления рабочих в Европе, Америке, Азии получили свое теоретическое обобщение в тезисах и резолюциях Коминтерна, написанных Владимиром Ильичом. Ленин принимал участие в четырех конгрессах коммунистического интернационала. Его идеями проникнута работа и всех последующих международных форумов коммунистов. Коминтерн давал ясные ответы на коренные вопросы, вставшие перед человечеством. Объединял все революционные и демократические силы для борьбы против фашизма, империализма и войны. На седьмом конгрессе Георгий Димитров в своей речи развил ленинскую идею тактики единого народного фронта в условиях возрастания фашистской угрозы. За время, прошедшее после октября, во многих странах совершились социалистические и национально-освободительные революции. И эти радикальные политические и социальные изменения произошли благодаря последовательной борьбе коммунистических партий. Субтитры создавал DimaTorzok